Друзья, всем привет! Американские политики любят говорить о США как о мощнейшей державе мира с сильнейшей экономикой и финансовой системой. Однако, судя по половине 2024 года, текущие позиции Соединенных Штатов уже не так сильны, как прежде. По словам китайских журналистов, из Вашингтона пришли новости, вызвавшие огромный резонанс в мире. Стало известно, что американский госдолг достиг очередного исторического рекорда, превысив отметку в 34 триллиона долларов. Об этом сообщает издание By Jahao. Только за вторую половину года общий размер долга США увеличился более чем на триллион долларов, отмечают авторы китайского издания. Авторы By Jahao отметили, что новости из США вызвали бурную реакцию в России, где уже давно, затаив дыхание, следят за ситуацией с американским госдолгом. В РФ встретили эти сообщения с большим энтузиазмом, сопроводив их с саркастичными комментариями. Как считают в Китае, даже российский президент Владимир Путин должен был встретить эти сообщения с улыбкой на лице. Дело в том, что он уже давно предсказывал подобный сценарий и предупреждал о нем весь мир. Размер инвестиций России в госдолг США снизился во много раз. Несколько лет назад РФ владела американскими облигациями более чем на 100 миллиардов долларов, сегодня ее портфель оценивается менее 100 миллионов, рассказали авторы китайского издания. Путин уже давно говорит, что американский госдолг – это мина замедленного действия. Как только этот мыльный пузырь лопнет, впоследствии затронут многие страны мира. На этом фоне президент РФ устроил грандиозную распродажу американских облигаций, а также совершил еще один крайне неприятный для американцев шаг. Он сделал золото вновь популярным. Россия несколько лет назад начала скупать сотни тонн золота, многократно увеличив размер своего золотого резерва. Сегодня, глядя на проблемы американцев с госдолгом, многие другие страны последовали примеру Москвы. Они не только закупаются драгметаллом, но и забирают свое золото, которое находилось на хранении в банках США и Великобритании. Речь идет о сотнях тонн драгметалла. Многие европейские страны забирают золото, которое сдавали на хранение в США и Англию, отмечают в КНР. Более того, Россия является не только крупным покупателем золота, но и продавцом. Если раньше большая часть российского металла уходила на Запад, в США и Великобританию, то теперь драгметалл идет другим путем. Недавно западные СМИ сообщили, что 399 тонн российского золота было продано анонимным покупателям из Азии. Предполагается, что весь этот металл выкупил Китай. Пока американцы копят долги, другие страны запасаются золотом. Если прежде российский драгметалл преимущественно оседал в банках США и Британии, то теперь он либо остается в российских хранилищах, либо вывозится в Азию. Таким образом, сотни тонн золота уплывают от Запада, который тонет в кредитах. Чем больше золота будет вывезено из США, тем слабее будет доллар и сильнее валюты конкуренты, такие как китайский юань, друзья. Чтобы не пропустить свежие новости, обязательно подпишитесь на канал. Компании Еристен и Бош переданы под управление Газпрома. И это весьма болезненный удар для Запада. Владельцы этих производственных комплексов могут не рассчитывать на какие-либо компенсации. Таким образом, Россия начала отвечать. Все по закону. Нет у вас больше обозначенных брендов, господа оппоненты. А при попытках доказать свои права, собственникам может грозить и тюремное заключение. Причем тут нет никаких перегибов. Все проведено, согласно букве закона. Комар носа не подточит. Но национализация компаний Еристен и Бош, это вовсе не месть Западу. Просто Россия возвращает свое. Объясним. Ведь несправедливо, что огромные производства, используя русское сырье и трудовые ресурсы, получают прибыль, которая уходит в те страны, которые ненавидят нас и думают, что используют ее. Кроме того, в России много объектов, которые нечестными путями приобрели иностранцы. Вот и получается, что наша страна просто возвращает свое обратно при помощи национализации. И кстати, национализация началась после того, как Запад решил открыто грабить нас, замораживая счета и активы. Запад сам это начал, и теперь сам же и расплачивается. Италия обсуждает с Еврокомиссией выработку положения, которое позволит компаниям, столкнувшимся с решением Москвы о передаче долей дочерних предприятий во временное управление российских компаний, принимать ответные меры в отношении активов-бенефициаров национализации, заявил министр по делам предприятий Италии Адольфо Урсо, отвечая на вопросы газеты «Карьер» Делла Сиро. По его словам, ответные меры готовятся на европейском уровне. Ну, готовить они могут все что угодно и как угодно. С нашей же стороны решение уже принято, и убыток у наших оппонентов пошел. И это правильно, потому что на России страны коллективного Запада стали зарабатывать уж слишком много. Несколько минут назад президент Финляндии начал плакать и жаловаться. Как там было в песне у Высоцкого? От осознания и от просветления. До него вдруг дошло, осенило, накрыло мощным приступом прозрения. Вот он льет слезы в жилетку французской газеты «Ремонт». Что касается санкций, впредь ни одна финская компания не ведет деятельность в России. Мы одна из крайне немногих стран в этой ситуации. К сожалению, кажется, что этот механизм неэффективен. Западные страны ввели в отношении Москвы намного больше ограничений, но их эффективность низка. Это стало возможным благодаря обходу санкций и сохранению многими странами за пределами Европы торговых отношений с Россией. По его мнению, необходимо искать новые способы воздействия на страны, нарушающие международные законы, чтобы достичь желаемых результатов. Уход финских компаний от российского рынка не только не принесло никакого результата, как утверждает президент Финляндии, но и привел к серьезным последствиям, ударившим по национальной экономике. Убытки, понесенные компаниями, оказались многомиллиардными. Тысячи рабочих мест были утрачены, а сотни миллионов евро-налогов пропали из бюджета страны. Однако это еще не все. Дополнили список последствий потери для финских компаний российского рынка, инфляция и рост коммунальных услуг, что еще больше усугубило положение в Финляндии. Сам же рынок, освободившийся от финских компаний, был активно освоен российскими, индийскими, турецкими, арабскими и китайскими компаниями, которые вступили в серьезную конкурентную борьбу между собой за эти прибыльные места. Особенно яростно разыгрывалось в энергетическом секторе, который в настоящий момент представляет собой настоящее золотое дно. Таким образом, утверждение Саулинии нести о том, что уход финских компаний с российского рынка не принес никаких результатов, абсолютно неверно. Просто это смотря кому и смотря каких результатов. Например, нашему бизнесу, который радостно заместил финский, а также китайцам и так далее. Санкции очень даже принесли результат. Они усилили тот самый глобальный Запад, с которым Запад сейчас столь неразумными методами пытается бороться. Но, кстати, и финскому бизнесу, и финской экономике санкции тоже результаты принесли. Просто не те, на которые эти господа рассчитывали. Ну что поделать. Бывает в жизни огорчение. Хотели порвать нашу экономику в клочья, а порвали свою. А все почему? Потому что не надо бороться с религиями. Там давно сказано, что не рой другому яму, сам в нее попадешь. Но гораздо круче, чем финны в эту яму попали. Поляки. Вот уж эти действительно попали, так попали. Поляки, они молодцы. Они решили повторить главную ошибку европейцев и не ошиблись. Те, помнятся, как-то пытались заблокировать свое небо для нашей авиации. И даже почему, собственно, пытались. Они заблокировали. Но потом Россия заблокировала свое небо для них в ответ. И тогда товарищи европейцы наконец поняли, для кого это будет больнее и кто хозяин пространств и направлений. Когда им потребовалось облетать Россию, а вот их конкурентам... Нет, вот тогда они сразу поняли, что связались не с тем парнем. И все уже думали, что урок извлечен. Но нет. Тут решили сплясать на граблях поляки. Напомним, что Россия запретила проезд по своей территории для всех польских грузовиков. Причем даже не спешила превентивно этой мерой пользоваться, а лишь ударила в ответ, когда такие санкции ввела Польша. И вот теперь поляки вдруг загрустили. Теперь они стали вдруг кое-что понимать.